История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего. Мигель де Сервантес Саабет. В историю Чехии богослов и проповедник Ян Гус вошел как предшественник реформации. Его взгляды были признаны католической церковью как еретические, а сам он в 1415 году сожжен на костре. Расправа вызвала возмущение среди его многочисленных приверженцев. Их выступления привели к возникновению не только в Чехии, но и в ряде стран Европы гусицкого движения, а затем и к возникновению гусицких войн, продолжавшихся более 10 лет. Гусицкие войны в средневековой Европе. У нас в гостях кандидат исторических наук Ольга Саприкина. Ольга Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Саприкина Ольга Вячеславовна окончила Московский государственный университет имени Ломоносова, исторический факультет. Кандидат исторических наук. Доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета. Автор ряда работ по истории словистики и истории стран Центральной Европы, среди которых Национальное движение чехов за создание Чешского университета в городе Брно. Конец XIX века, 1918 год. Историческое развитие славянских народов в информационном дискурсе российской словистики второй половины XIX века. Бадянский, Ломанский, Пыпин. Ну что ж, начнем. И мне кажется, что сегодня нам предстоит разобрать уникальный случай, потому что редко, наверное, когда в истории войны назывались по имени человека. Обычно, например, Англобургская война, Русско-Турецкая война, а здесь Гусицкие войны. Ну, действительно, Гусицкие войны, Гусицкое движение, иногда ее называют Гусицкой революцией. Это действительно явление уникальное. Во-первых, оно уникально тем, что небольшая страна, часть Священной Римской империи, германской нации. По сути, даже не страна, а какая-то земля в составе Священной Римской империи. Небольшая. Чехия. Вдруг в один момент привлекает взгляды всей Европы. Действительно, о ней начинают интересоваться все. И эти события, конечно, делают ее ярчайшей такой звездочкой в этот момент на Европейском континенте. Эти события уникальны еще и тем, что это действительно время вот таких чудес разных и более жестких, и очень интересных, которые повлияли на всю дальнейшую историю. Не зря же именно вот этот Гусицкий период, потом Чехи, в период своего национального возрождения, будут очень активно обсуждать в источниках, в литературе, обращаться еще и еще раз к этим сюжетам. Ну и, конечно, уникальна сама фигура Яна Гуса. Это действительно человек-символ, это человек-знамя. И Чехия нуждалась в этот момент в таком человеке. Да, собственно, нуждалась, наверное, не только Чехия, но и католическая церковь, в которой назревали постепенно вот сюжеты, связанные с необходимостью изменений. Тем более, что вот этот период Гусицкий, он предваряется периодом двойного папства римского, авиньонского, то есть периодом вот этого раскола. Ну и, собственно, к моменту гусизма даже три папы были на престоле, на престолах, можно сказать так, потому что он не был единым. Обычно гусицким движением называется довольно большой период с 1400 года по 1471. И вмещает он в себя проповеди Яна Гуса, собственно, 1400 год. Это то время, когда Ян Гус получает от короля Вацлава IV Люксембурга, короля Чехии, возможность проповедовать в большой Вифлеемской часовне, которая вмещает несколько тысяч слушателей. В 1415 году, 6 июля, по приговору Константского собора, Яну Гуса казнят. Сжигают по обвинению в ереси, собственно говоря. И такая квалифицированная богословская ересь. Да, хотя не зря я назвала Яну Гуса человеком-символом. Дело в том, что в своих проповедях в основном он не очень сильно отступал, собственно, от канона, от священного писания. Это все-таки не Кальвин, это не Лютер, которые достаточно сильно потом будут менять… И, наверное, будут ссылаться на обучение. Да, Лютер очень активно. Вот Ян Гус для него был очень большим примером. Но, тем не менее, приговор суровый и высший мир. Потому что Ян Гус затронул, наверное, самое болезненное, что было. Это моральный облик представителей духовенства. Он говорил о том, что церковь перестала удовлетворять нуждам прихожан. Она не помогает им, не учит их вере, не помогает больным, немощным, бедным. А занимается только тем, что богатеет, выясняет свои дела, выясняет свой юридический статус. И, собственно, забыла о своем непосредственном предназначении. Вот это было основное в гусицких проповедях. И, конечно, национальный язык. Чешский язык, который Ян Гус признавал языком богослужений. Богослужений? Не только проповеди, но и богослужений? Да, это было, конечно, существенное изменение канона. Он считал, что необходимо говорить на национальном языке тем, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Люди должны, церковь должна учить. А учить она может как? Словами, в том числе поступками и словами во время проповедей. Ну и, собственно, именно эти моменты в учении Гуса, а также его огромная популярность. То, что за ним шло очень много людей. Еще один момент, который, конечно, следует заметить, это отрицание внешних чудес. Вот отрицание вот этого посыла церкви на внешние чудеса, на различные святые мощи, исцеления, порой абсолютно чудесные, но совершенно неподтвержденные. И, конечно, бич церкви, это продажа индульгенции, это все тоже Ян Гус отрицал. Гусизм не был единым внутренним явлением. Например, вот знаменитое требование, которое, ну, если сейчас мы приедем в Чехию и обратимся в любую церковь, которая придерживается идеала в Гусицкой церкви, то мы увидим символ – чашу. Собственно, именно чаша была в свое время изображена на знаменитом Тынском храме, на Старомесской площади он стоял, поскольку там проповедовали именно гуситы. Хорошо, но чаша и чаша – это в каждой христианской церкви, да, есть? Да. А здесь-то оно что означает? Но знаменитое учение гусизма о двойном причастии для мирян, о причастии не только телом Христовым, то есть хлебом, но и вином из чаши. Для мирян. Да, для мирян. Причастие по двумя видами было зарезервировано только за духовенство. Да. Для мирян тогда, конечно, об этом подумать даже было страшно. Чаша для всех. Именно так утверждали гуситы. Поэтому на знамени, на соборах, на храмах все время и гуситы изображали этот главный свой символ. И очень часто в сознании, ну так сказать, человека более далекого, может быть, от исторических сюжетов, чаша ассоциируется с учением Яна Гуса. Но сам Ян Гус как раз очень мало говорил о чаше, практически ее не касался. И вот именно учение о двойном причастии появилось уже после смерти Яна Гуса. Собственно говоря, в 1416 году начал очень активно проповедовать в Чехии один из соратников, учеников, друзей Яна Гуса. Это был Якоубек из Старшибра. И именно с ним связывают очень активное учение, активное распространение учения о двойном причастии. Собственно говоря, проповеди его начались уже после смерти Яна Гуса и также погибшего в Констанции Иеронима Пражского, другого соратника Яна Гуса. И, собственно говоря, вот стали складываться предпосылки для второго этапа гусицкого движения. Вот я назвала первый этап, теперь второй – гусицкие войны. Как из богословских споров, да, споров о практике церковной вдруг появилась война. Появились войны. Дело в том, что когда казнили Яна Гуса, в Чехии ситуация была очень неспокойная. Казнь Яна Гуса не усмирила чехов, а наоборот раздражила, раззадорила в какой-то степени. Уже в сентябре 1415 года, то есть сразу после казни Яна Гуса, чешские дворяне и горожане, собственно, собрались на СЕИМ, на такой сословно-представительный орган, и подали документ, протест. Подали протест Константскому собору в связи с казнью Яна Гуса. А кому, простите, подают протест на собор? Самому собору и был подан этот протест. Не папе? Нет, не папе, а самому собору. Это было обращение к собору. Под собором было, под этим обращением было поставлено 452 подписи и печати. При этом около 90 подписей – это было высшее дворянство Чехии, и остальные подписи – это были низшие дворяне, то есть это рыцарство Зимани, так называемые, и также подписи горожан. Смотрите, да, мы видим патрициат какое-то, да, дворянство, мы видим зажиточных горожан бюргерства, а духовенство-то где? Оно участвовало в этой апелляции? Духовенство участвовало, безусловно, и в основном через Прашский университет. И второй акт, который произошел вот как раз в конце лета, начало осени 1415 года, это то, что духовные лица Прашского университета взяли под свою опеку все церковные дела в Чехии. То есть как бы своим актом, да, своим актом, своим решением сказали, что со всеми мы берем под свою защиту всех священников, защищающих измененную церковь, защищающих гусицкую церковь. Мы будем защищать их от официальной церкви. Пражский университет, Карлов университет – один из старейших в Европе. Первый славянский университет, первый университет в Священной Римской империи германской нации. Основан в 1348 году в Праге императором Карлом IV. Изначально включал в себя четыре факультета – свободных искусств, права, медицины и теологии. Ректором Пражского университета дважды избирался Ян Гус, национальный герой чешского народа. В течение многих столетий Пражский университет не раз был вовлечен в политическую борьбу, оказывал влияние на историю страны. Неужели уже это стало кауза Белли, причиной войны? Это инициатива Пражского университета? Это первое. Далее ситуация в делах в церкви продолжает нарастать. Я вот сказала о высшем дворянстве, о горожанах, в основном высших, потому что патрициатива, потому что на 7 собирались, конечно, люди высокого звания и высокого же положения. Но вместе с тем церковь новую поддерживала и огромное количество плебса. Это и городской плебс, это и крестьяне, это огромное количество ремесленников, паденщиков, студентов, поскольку проповеди Яна Гуса на чешском языке посвящали все. Поэтому уже вот в период с 1415 по 1419 годы гусицкое движение внутренне стало очень разнородным, потому что появляются как бы два течения этого движения. Традиционно их называют чашники или утраквисты, сторонники двойного причастия. А второе – это так называемые табориты. Их история такова. Дело в том, что распространяются в Чехии. Естественно, в Европе существовало и до этого много еретических учений. Это были те же самые вальденсы, это были те же самые альбегойцы. Это, если посмотреть на Балканы чуть раньше, это богомилы. То есть вот это ранние ереси. И, естественно, идеи ходили по, так сказать, умам, по университетам, по, так сказать, просто обмен этими идеями совершался. И в том числе в Чехии очень активно проникают идеи вальденсов в это время с их таким учением о всеобщей справедливости, о, так сказать, о социальном равенстве. И, естественно, эти учения начинают распространяться среди простого народа очень активно. Кроме того, возникает и к 1419 году очень так активно уже идет так называемое движение на горы. Это что такое? Движение на горы. Но дело в том, что Чехия страна такая с возвышенностями. Вот на эти небольшие возвышенности, которые располагаются по территории Чехии, в том числе прежде всего около Праги, стали уходить люди, которые хотели возносить молитвы Господу. Распространялись идеи, что в чистом горном воздухе наши молитвы будут услышаны лучше. Распространялись также идеи о том, что именно там, на горах, надо совершать причастие, вот то самое, под двумя видами. И священники действительно начинают там совершать это причастие. И люди начинают просто уходить и селиться на этих горах. Потом уже, несколько потом, возникает название «табор». Название связано с чешским словом «лагерь». Хорошо, вот такие интересные дела происходят. Где же война? Вот когда наступает уже та черта, которая обозначает точку невозврата? А война наступает, собственно, 30 июля 1419 года. Тот же 1419 год. Уже 19 год. И что же такое случилось-то 30 июля? А происходит следующее. Здесь мы опять должны обратиться к фигуре короля Вацлава IV, Люксембурга, который правил Чехией в это время. Вацлав IV – король Богемии и Германии, император Священной Римской империи под именем Бенцель. Происходил из династии Люксембурга. Вацлав находился под постоянным давлением имперских князей, Чешского панского союза, городских лик и своего единокровного брата Сигизмунда. Начавшееся в 1394 году богемское восстание лишило Вацлава IV влияния в Чешском королевстве и привело к сильнейшему ограничению королевской власти в нем. В 1400 году Вацлав был вынужден уступить и германский трон баварскому князю Руперу Вительсбаху Пфальскому. Большая часть правления Вацлава совпала с гусицкими войнами. Он сочувствовал чешскому религиозному реформатору Яну Гусу и даже пытался помешать его казни, приказ о которой отдал Сигизмунд. Вацлав вошел в конфликт с католической церковью очень сильный. Во-первых, потому что в начале своего правления он был вынужден поддержать либо римского, либо авиньонского папу. Он поддерживал римского, но римский престол не поддерживал его как римского короля. Против тогда Вацлав IV попытался участвовать в движении за низложение обоих пап и избрание уже единственного. Этому воспротивился Пражский университет, потому что они поддерживали римского папу и говорили нет, вот пусть это будет так. Затем уже в первом десятилетии XV века Вацлав IV увлекся проповедями Яна Гуса. То есть он был его сторонником, симпатизанком. И приблизил к себе сначала Яна Гуса, а потом будущего гусицкого полководца Яна Жишку. Потому что Ян Гус был духовником королевы Софии, собственно, жены Вацлава, а Ян Жишка одно время служил в ее охране. И эти два человека, особенно в начале Ян Гус, конечно, тоже вызывали протест у католической церкви. А с другой стороны, конечно, на Вацлава IV воздействовал император Священной Римской империи Сигизмунд Люксембургский. И вот Сигизмунд совместно с папой Мартином V, которым был избран Константским собором, настаивали, чтобы Вацлав что-то предпринял против вот этой обстановки в Чехии, против гусизма. И, наконец, вот в том злосчастном июле 1430 года... Ну, незадолго до этого, фактически, Вацлав все-таки решился предпринять некоторые шаги против гусизма. А именно он запретил проповеди гусизма в пражских церквях, приказал закрыть эти церкви. Ну и прежде всего запретил проповеди второго очень такого, вот после Якобыка из Старшибра, был очень большой проповедник в Праге в этот момент. Это был Ян Желивский. То есть уже было несколько лидеров, да? Да, мало того, Желивский считается вождем, действительно, вот таким знаменем пражской бедноты. То есть он проповедовал в духе социального равенства, социального единства, всех сословий, вот возвращения к библейским идеалам. И вот были предприняты эти шаги. И вот 30 июля как раз Ян Желивский со своими сторонниками организовал сначала проповедь, такую горячую, очень большую, разобралось много народу. А потом все собравшиеся, взяв гусицкую дарохранительницу, пошли с шествием по городу. И вот они приблизились к так называемому новому месту, но Прага состоит из старого города, нового города. И на новоместской ратуши увидели, собственно, тех людей, которые закрывали церкви, их, которые выносили их реликвии, и которые, в общем-то, были готовы уже выйти для того, чтобы прекратить это шествие. Увидели они на галерее вот этой новоместской ратуши. И настолько было сильным раздражение, к тому же стоявшие на ратуши насмехались над гусицким шествием, что... А люди уже были с оружием, многие из них, но, собственно, мелкие дворяне в этом участвовали, что мирное шествие превратилось в страшный мятеж. Люди просто вырвались в новоместскую ратушу, и произошло то, что... Ну, на самом деле, в чешской истории, особенно более поздней, это редкость. Да, то есть произошла вот такая вооруженная расправа, которая получила название «дефинистрации» от греческого «дефинистра» из окна. То есть вот этих членов магистрата их просто стали выбрасывать из окна на пике, на копья, собравшихся внизу. И вот в Праге началось восстание, собственно, требованием которого было, конечно, разрешение гусицкой церкви, открытие храмов и так далее, и так далее. Надо сказать, что сам король, он не был в это время в Праге. Вацлав был в одном из предместей Праги. И когда он услышал о происходящем, с ним произошел вот некий припадок, который трактуется, ну, может быть, как эпилептический, по крайней мере, в знаменитой летописи, в знаменитой хронике, которая называется «Гусицкая хроника» Лаврентий из Бржезовой. Это вот такой основной документ по гусицким войнам. Написано, что, услышав о мятеже в Праге, король издал львиный рык и упал замертво. Ну и, собственно... Замертво? Ну, замертво, в смысле, потерял сознание. Ну, а потом очнулся все-таки. Он очнулся, но очнулся ненадолго, потому что, по некоторым сведениям, 16-го, по некоторым сведениям, 18-го августа он уже умер. То есть, две недели он, собственно, болел, около двух недель, и он болел, и после этого он умер. То есть, смотрите, да, получается, расправа в ратуши, да, восстание, мятеж и смерть короля. Бездетного короля. Достаточно. Бездетного. Бездетного короля, отмечу. Братец есть, да, и братец непростой. Братец непростой и братец претендующий, конечно, на объединение двух престолов в своих руках. Но Чехия была мятежной. Чехия была гусицкой. Это уже идет война. Это уже начинается война. Мятеж – это уже то, что мы считаем, гусицкой войной. Да. Это, собственно, войны. И как отвечает другая страна? И что это за страна? Ну вот в гусицких войнах как раз несколько сторон. Нет, то есть не две? Не две. Нет. Их, как минимум, скажем так, три. И есть еще четвертая, которая за границей. Еще и за кулисы мировая. Да, потому что гусицкие войны, которые шли, собственно говоря, с 1419 по 1434 годы, да, вот датировка, собственно говоря, гусицких войн, в них действовали несколько сил. С одной стороны, это умеренные гуситы или чашники, или утраквисты. Те, которые были готовы на переговоры с Сигизмундом. По крайней мере, на переговоры. Не значит, что на соглашение, я об этом скажу, но они были готовы говорить и воспринимать, так сказать, предлагать свои условия, на которых они могут признать Сигизмунда королем. Были радикальные гуситы или табориты, которые отнюдь не всегда были солидарны с гуситами умеренными. Во-первых, они не хотели признавать королем Сигизмунда, да многие из них вообще отрицали королевскую власть. Они стремились к изменению и социальному в Чехии. Они стремились к более широкому пониманию церкви, я сейчас тоже об этом скажу. И, в принципе, объединялись с умеренными гуситами только в периоды войны, когда им надо было Чехию защищать. Тогда, поскольку они были умелыми воинами, то они объединялись и действовали совместно. Третья сторона гуситских войн – это, конечно, католики. Католиков в Чехии тоже было достаточное количество. То есть те, которые сохранили верность традиционной католической религии. А по единическому составу это кто? Вот это действительно вопрос, потому что очень часто, когда говорят о вот этой стороне католической противостоящей, то говорят, что в основном это немцы. В основном это немцы, которых в Чехии было достаточно много, это была часть Священной Римской империи, это был Пражский университет, в котором, так сказать, довольно было много в свое время немецкой профессуры, но при Яне Гусе в 1409 году был сделан декрет, который, собственно, университет Пражский сделал чешским, чешским по этническому составу. Так что споры ведутся в историографии. Среди сторонников католической церкви были и чехи, безусловно, в основном среди крупного дворянства, но это чехи, которые действительно в большей степени находились в орбите имперской политики, немецкой политики, которым было просто невыгодно поддерживать вот эту мятежную сторону. Ну и, наконец, как я уже сказала, четвертая сторона – это был Сигизмунд Люксембургский, это был Папа Римский, который… А Папа с Сигизмундом был заодно в данном случае? Да, да, они действовали. Собственно, Сигизмунд очень активно этого Мартина V и продвигал на престол. То есть это было его протяжение? Да. И это были люди, которые хотели подавить движение, а Сигизмунд еще и хотел прибрать к рукам чешский престол, что, в общем, было естественным для него. Грех не сделать. Да, грех не сделать его положение. Так что вот таким образом определились стороны. И Чехия, собственно говоря, в период Гусицких войн прижила пять крестовых походов. Так. Да. Эти войны имели еще и такой религиозный формат, религиозное содержание. То есть это крестовые походы. Это крестовые походы. И кто их объявлял? Папа? Объявлял Папа и император Сигизмунд. Опять же, вдвоем. И здесь, конечно, следует сказать, что эти крестовые походы совершенно необычны. Все-таки это крестовые походы христиан против христиан. Это уже не против, так сказать, иноверцев. Были, конечно, и в истории предыдущих крестовых походов такие сюжеты. Против еретиков, да. Да. Но именно здесь христиане против христиан, против еретиков. Конечно, следует сказать, что в XV веке других крестовых походов в Европе не было. Поэтому это была единственная возможность для дворянства поучаствовать в таком крестоносном ополчении. Но справедливости ради следует заметить, что, конечно, в основном силы, которые действовали, это были силы императора Сигизмунда. Вот то, что он собирал, это ополчение венгерское, ополчение немецкое. И посылал... Немецкое, венгерское. Еще какое могло быть у него? Польское? Польское, да, но в меньшей степени, в меньшей, в меньшей степени. Так что пять крестовых походов было пережито. Был крестовый поход. Первый из них, собственно, не замедлил, что называется, произойти. Это 1420 год. Прямо на следующем году. Да, в следующем году, летом, собственно, и развернулся этот крестовый поход. И все, он был официально объявлен. Да, официально объявлен. Объявленный, все, и пошли туда крестоносцы. Для крестоносцев нет. И в это время уже появляется вот фигура того самого народного полководца Яна Жишки. Откуда он такой у нас красивый и народный взялся? Каково его происхождение? Из замка Троцнов. Небольшого деревянного замка Троцнов, который располагается в Южной Чехии. А что он там делал? Он был владельцем этого замка? Он там родился. Родился он в 1360 году. Ну, по некоторым сведениям. Родился в семье мелких дворян. У его родителей, как я уже сказала, и замок-то был деревянный. И крестьян-то всего было 15-20 человек. То есть это были те самые дворяне. А дворяне в Чехии, как везде в Центральной Европе, они очень градуированы. Вот есть магнаты, можно владельцы, очень большие владетели. И огромное количество вот этих дворян-рыцарей, зиман, мелкопоместных. Такие дворяне, как и, собственно говоря, отец Жишки, очень часто сами брались за плуг, за Борону вместе с своими крестьянами, что, в общем-то, нетрадиционно для рыцарей. Образование было у него? Образование, скорее всего, он получил дома, по крайней мере, он университетов не заканчивал. И весь свой дар, который потом очень сильно проявился, полководческий дар, дар организатора, был природным. Есть сведения о том, что, ну, такие достаточно размытые, что Яну Жишке пришлось разбойничать, потому что замок его, на замок его претендовали паны из рода Роженбергов, которые владели всей Южной Чехии. И для того, чтобы... Это уже немцы, значит, да, судя по всему. Ну да. Это, наверное, какая-то такая вот интрига. Да. И, собственно говоря, ему просто, чтобы не отдавать этот замок, он этого не хотел, он его просто спалил, сжег и ушел разбойничать. А потом он возникает уже в первом десятилетии 15 века при дворе Вацлава IV, собственно, как представитель охраны королевы Софии. Есть также достаточно размытые сведения, что в 1410 году он ответил на призыв польского короля Владислава Ягеллона, Владислава II, призыв о борьбе с Тевтонским орденом и, возможно, участвовал в Грюнгольдской битве. А. Собственно говоря. Так, интересная фигура. Возможно, участвовал тоже, вот такие сведения не очень четкие, участвовал в Пражском восстании 30 июля 1419 года. По крайней мере, именно после этого времени он вместе с частью радикальных гуситов уходит из Праги, уходит из Праги опять в Южную Чехию, где, собственно, организуется вот тот самый большой табор. Он таборит? Да, он таборит. Не чешник. Он один, да, он таборит, он один из четырех гетманов вот этого самого большого основного табора, который располагался в Южной Чехии. Да мы и сейчас можем его увидеть, город Табор, он существует. Он как раз построен на том поселении таборитском, крупном, которое было. Таборитское поселение было поселением необыкновенным. Да, я уже говорила, что табориты говорили о социальной справедливости, но они не только говорили, они ее делали. Все табориты считали себя братьями и сестрами во Христе. Каждый приходящий в это поселение и в эти поселения, которые потом возникали и в других местах, но это просто центральное. Каждый приходящий должен был сдавать все свое личное имущество. Ну, имелось в виду, безусловно, не одежда, а орудия труда. Это скот, птица, да, сельскохозяйственная. Это оружие. Стояли специальные вазы, стояли специальные бочки, куда все это складывалось. И человек приходил, становился членом общины табора. То есть вот такая коммуна потребительская, что ли, да. И там уже в зависимости от того, что человек делал, что он выполнял, какие функции, ему выдавали либо оружие, либо орудие сельскохозяйственного труда, либо ремесленное орудие. Табор делился на полевую общину, это, собственно, войско, и на вот тех помощников, да, которые ему помогали, содержали это войско, кормили, делали оружие и так далее, и так далее. То есть они были еще принципы хозяйственной жизни, да? Да. В таборе, естественно, проходило двойное причастие. То есть то, что они все были сторонниками причащения из чаши, да. В таборе происходило двойное причастие. Табориты, кстати говоря, считали, что причастие надо принимать при большом скоплении народа, что оно может совершаться не только в храмах, но и вне храмов. Они были сторонниками ультрадешевой церкви. Они считали, что никакие символы изображения не нужны. Богослужение может проходить в любом месте, и неважно, где ты обращаешься к Богу, Он тебя услышит в любом месте, если твой призыв искренен. То есть вот такое вот, естественно, что выборные старейшины, выборные проповедники были во главе табора. И четыре Гетмана, главным из которых довольно быстро становится Ян Жишко. Да, просто центр мировой революции в европейском масштабе. В масштабе Чехии, по крайней мере. Понимаю, забочность императора и папы, да. С этим надо было, конечно, кончать как можно скорее. Значит, первый поход неудачный. Отбились табориты. Да, отбились. Была оборона, вот это было лето 1420 года. Ну, вообще, два случая совершенно необыкновенных. Вернее, один необыкновенный, а второй, ну, просто уже оборона Витковой горы, которые характеризуют Яна Жишко как полководца. У него было, видимо, поскольку он был вот очень близок к крестьянам, у него была совершенно необыкновенная народная смекалка, как мне кажется. Вот, например, представим такой совершенно замечательный сюжет. Довольно малочисленный отряд Яна Жишки преследовала вооруженная конница, очень хорошо вооруженная конница крестоносцев. И вот недалеко от судомержи Яна Жишко понимает, что ему надо принять бой, но если он примет бой, он не сможет выиграть, потому что его воины просто малочисленные и гораздо хуже вооружены. Кроме того, за войском гуситов всегда идет большое количество помощников, обозов. Это женщины, дети и так далее. А на женщинах, частью одеяния чешской женщины в это время были длинные платки, которые несколько раз обматывались вокруг головы. И тогда Ян Жишко придумает совершенно необыкновенную историю. Он видит небольшое неглубокое болотце и отступает со своим отрядом за болотце. И приказывает всем женщинам снять платки с головы и бросить их в это самое болото. Платки чуть-чуть тонут, их фактически не видно. Конница рыцарей подходит к болоту, кони дальше идти не могут, они чувствуют это болото, им страшно, они идти не могут. Рыцари вынуждены спешиться и вступить в болото. Видно, что оно неглубокое, пешими. И уже своими ногами, своим оружием они запутаются в платках и начинают практически валиться, как снопы. И отряду Яна Жишки остается уже, ну, собственно, не очень много дел. Это был первый случай, когда... Дело техники, как говорится. Да, когда он фактически прославился, что небольшими силами... Ну, вообще, надо сказать, что табориты были мастерами такого маневра. Яна Жишка достаточно быстро понимает, что крестьянин не соперник рыцарю. А рыцарь ведь как говорили? Рыцарь рождается на коне, опоясанный мечом. То есть у него это уже в крови, у него это уже поколение, да, крестоносных воинов за ним стоят. Крестьянина так не научить. Он этого не сможет. Тогда Ян Жишка понимает, что тут какой должен быть лозунг? Воюй, чем умеешь пользоваться. И начинает искать, чем же все-таки крестьяне умеют пользоваться лучше всего. Таким образом появляется подразделение цепников, которые действуют цепами. Теми обычными цепами, которые могли использоваться при, допустим, молодьбе, при, так сказать, вот работе именно с урожаем. Второе, что он делает, это усовершенствует то, что на самом деле было известно и до него. Это так называемые вазовые укрепления или вагенбурги. Это, собственно говоря, повозки специально сделанные, специально укрепленные, которые используются в качестве передвижных крепостей. И из них делаются, фактически из нескольких крепостей, делаются вот большие такие укрепления. Фортификации. Фортификации, которые могут передвигаться, и которые не защищены только в местах, где их защищает, собственно, местность, да, вот какой-то, так сказать, изгиб местности. Постоянно усовершенствуется эта вызовая техника. Это защитные днища, это щитки, это дышло, которые могли переставляться в одну и в другую сторону. Это крюки, которыми могли сцепляться эти повозки. Наверху действует подразделение цепников, которые мастерски действуют цепами и фактически разбивают шлемы головы, дробят, то есть, да, нападающих. В нужный момент вагончики эти, да, вот эти в Эгенбурге открываются, и выбегает конница гуситов. И еще один момент. Да, такие повозки уже существовали. Но именно жишка, время идет вперед, да, уже европейцы употребляют порох, жишка начинает артподготовку. Еще вот таким образом из-за этих вагонов, да. Так что изобретает оружие, которое называется судлица. Тоже крестьянское оружие. Это пика, на конце которой прикреплен серп, обычный крестьянский серп. И этими серпами засевшие специальные воины, которые прячутся под вазами, они просто подрубают ноги вражеских коней, а при необходимости колют пиками. Таким образом, вот то самое крестьянское оружие, совершенно страшное, на него сейчас можно полюбоваться в музее гуситского движения, интереснейшем в городе Табор, оно действительно становится грознейшим оружием, которого не знают рыцари. И это другое войско, войско, которого не знала Европа. Кроме того, в принципе, именно Ян Жишка, он и по-другому организует войско, он фактически делает его регулярным. Это не то, что к нему приходят люди, да, какое-то время у него находятся, учатся, потом уходят, занимаются крестьянскими своими делами. Нет, это люди, которые приходят один раз, вступают в это войско один раз и уже постоянно с ним находятся. И, так сказать, до... Ну, Ян Жишка, собственно, умер в 1424 году, но и после его смерти его воины оставались уже в этом гуситском войске. Ну, воевать Жишка собирался всерьез и надолго. Ну, да, он собирался всерьез и надолго, хотя еще один момент следует учесть. Очень часто, если вы... Ну, не очень часто, а практически всегда, если мы посмотрим на изображение или статую, скульптурное изображение Яна Жишки, мы увидим, что у него завязан один глаз. Он потерял один глаз сражений. Возможно, в Грюнбульском вот эта вот история умалчивает в каком, но он был одноглазым полководцем. А во втором крестовом походе он теряет, во время второго крестового похода против гуситов он теряет и второй глаз. Он ослеп, слепой полководец. Невероятно. И тогда возникает еще одно явление, которое называют глаз Жишки. Это опытные воины, которые вокруг него собираются. И когда его возят в тележке по переднему краю, они рассказывают ему, что происходит. И на основании их рассказов он делает выводы, он отдает приказы, и приказы безошибочные. Так что это был совершенно необыкновенный человек. Это был, как мне кажется, еще одно знамя, еще один символ гуситского движения. В то время, когда Янжишко был практически безраздельным властвователем табора, происходит еще одно событие, очень яркое в гуситских войнах. Это казнь движения пекартов. Дело в том, что как не было единым гуситское движение, так и не был единым табор. И в нем появилось, ну тоже достаточно известное в Европе учение, это хелиазм. То есть то учение, которое ожидает тысячелетнего царства Иисуса Христа. И в основном в преддверии этого царства мечтают вести праведную жизнь, просто ждать, не подчиняться властям. Да и, собственно говоря, вести такую... Вообще табориты вели жизнь, такую достаточно подвижническую, у них не было лишнего имущества, да. Но они исправно платили налоги, естественно. Кому? Кому? Таборитскому войску, да, то есть своим военачальникам. То есть внутренние налоги. Да, то есть... Императоры, они, конечно, ничего не плачут. Нет, только внутренние налоги. Все города, которые освобождали табориты, которые брали под свой контроль табориты, платили налоги табору. Естественно, войску надо кормить, войску надо содержать, войску надо воевать. И то самое оружие, которое, пусть даже крестьянское, его надо ковать, его надо делать. Средства нужны постоянно. Пекарты же говорили, что платить не надо, что они не признавали никакой власти, они говорили о том, что необходимо всем праведно ждать вот этого. В общем, были достаточно такими непротивленцами по большому-то счету. Но, тем не менее, очень сильно дестабилизировали жизнь внутри табора. Социально безответственными людьми. Ну, говорили, что это беднота, но на самом деле по исследованиям... Говорили, что вот одно время, когда еще советская историография была, то говорили, что Пекарты – это вершина гусицкого движения, это вот беднота и так далее. Но на самом деле по более поздним исследованиям их поддерживала не только беднота, там был совершенно широкий круг, и никакого именно социального, уже очень яркого такого момента, вот именно революционного, в них, в общем-то, не было. Это была очередная секта гусицкого движения. Ну, и некоторое время Жишко пытался с ними договориться, но ничего не получилось. И в итоге лидеры движения Пекартов, да и практически все Пекарты, было их около 400 человек, они были сожжены на площади табора. Кем? Причем Жишкой. Причем, по некоторым сведениям, поскольку они же такие, знаете, по примеру альбегойцев, они практически сами прыгали в костер. То есть они считали, что мы не отречемся, мы будем прыгать. Смотрите, у нас, к сожалению, время ограничено. Мы не можем даже в каком-то подобающем историческом масштабе воспроизвести ход этих войн. Всего пять крестовых походов, да? Это и есть войны? В общем, да. Пять крестовых походов. Как я уже сказала, один 1420 год, следующий 1421-1222, тоже отбит. Следующий это 1426 год. К этому времени Яна Жишки уже нет, он умер от чумы. И в 1426 году возглавляет гусицкие войска, новый полководец, звали его Прокоп Великий или Прокоп Голый, в смысле бритый. Да, то есть тот, который брил голову или голел сэ, как говорят чехи. И Прокоп Великий был тоже полководцем очень хорошим. Под стать Жишки. Под стать Жишки тоже убегали от него противники. Собственно говоря, таким бесславным был конец четвертого и пятого крестового похода для крестоносцев. Пятый крестовый поход, четвертый крестовый поход – это 1427 год лета. И пятый – это уже 1431 годы. За кем осталась победа, если вообще была победа в этой войне? Значит, а вот победа осталась, как ни странно, за чашниками. Хотя все эти войны, все эти моменты крестового… То есть воевали табориты, а победа осталась за чашниками. А победа осталась за чашниками. Дело в том, что еще в 1420 году в Пражском университете были объединены все требования чашников, и они составили так называемые четыре пражеские статьи. Четыре пражеские статьи, они как бы аккумулировали требования гусизма и звучали следующим образом. Первая статья – это свобода проповеди слова Божьего. Как правило, трактуется как свобода проповеди слова Божьего на чешском языке, в гусицком варианте, на национальном языке. Вторая – это двойное причастие, причастие из чаши для мирян. Третье – это секуляризация церковного имущества и дешевая церковь. И четвертое – это, собственно говоря, то требование, на котором активно настаивали и табориты – это высший суд над преступлениями духовенства, причем именно высший светский суд, чтобы преступления духовенства были известны и рассматривались не только церковным судом, но и судом светским. Эти статьи были кем-то признаны из, скажем так, высокого европейского начальства императором, папой, королем? Вот изначально их пытались предложить императору Сигизмунду, чтобы, признав их, он стал чешским королем. Но император их не признавал. Однако после неудачи Пятого Крестового похода, когда параллельно как раз в том же самом 1431 году был открыт церковный собор в городе Базеле, туда пригласили посольство гуситов, которое туда приехало в 1433 году и привезло эти, собственно, четыре статьи. И стало вести переговоры, которые, собственно говоря, увенчались успехом в 1436 году. У императора. У императора, да. И таким образом Сигизмунд действительно получил чешскую корону. То есть гуситы, по сути, стали отдельной конфессией? Да, они стали отдельной конфессией, что папа с этим смирился? Совершенно верно, смирился. Папа смирился? Да, на некоторое время. Я не могу сказать, что окончательно. Однако правился Гизмунд недолго, с 1436 по 1337 годы, потому что потом он попросту умер. Следующим королем в Чехии был избран зять Сигизмунда Альбрехт Габсбургский, который тоже пробыл на престоле Чехии всего лишь год. И вот когда в 1438 году умер Альбрехт Габсбургский, а через несколько месяцев родился его наследник, Ладислав Погробек, так его называли, родившийся по гробу своего отца, в Чехии просто стали делить власть панские союзы, панские крупные союзы вот этого дворянства, панские крупные роды. И продолжалось это довольно долго, хотя, конечно, королем считался Ладислав, но он был малолетним, при нем были регенты, регентшей была некоторое время его мать, а вот в 1448 году регентом при короле, управителем чешского государства стал дворянин Иржи из Подебрат, который был 24-летний на тот момент, он был предводителем Восточно-Чешского Панского Союза. И вот этот Иржи достаточно потом такими быстрыми шагами продвигается во власти, в 1453 году Ладислава коронуют, он становится совершеннолетним, его коронуют, но жизнь его была короткой, и при этом Иржи все еще продолжал оставаться при нем в качестве советчика. В 1457 году Ладислав умирает, а в 1458 году Иржи избирают королем. И вот это и есть завершение Гусицкого движения. С 1458 года по 1471 Иржи правит Чехией. И его называют Первым Гусицким королем. Почему? Дело в том, что в 1462 году Папа Пий II решает, что Гусицкая церковь ему, как бельмо в глазу, это неправильно, она не должна существовать. И предъявляет Иржи требование отменить церковь, побороть ересь в своем государстве. Иржи отказывается и говорит, что это данное нам право, и мы должны ему следовать. Тогда в 1466 году уже другой Папа Павел предает Иржи анафеме и объявляет Гусицкую церковь, Чешскую церковь, собственно говоря, еретической. То есть все как возвращается на округе свое. Да. Ну, с точки зрения церкви. Ситуация очень тяжелая, потому что, с одной стороны, с чехами все же воюет Венгрия, как после смерти Сигизмунда престолы разъединились. И уже новый король из новой династии Хуньяди, матьиш Хуньяди или матьиш Корвин, Ворон, ну, это герб его, он, собственно говоря, и объявляет войну, воспользовавшись этим, объявляет новый шестой крестовый поход против Чехии. В качестве бонуса шестой крестовый поход. Довольно длинный этот крестовый поход. Лишь в 1470 году он завершается победой Иржи. А с другой стороны напирают турки. Уже к этому времени. Поэтому ситуация в Чехии, конечно, очень тяжелая. И не зря после этого крестового похода с матишем Корвином был заключен договор о том, что в будущем Чехия и Венгрия должны вместе воевать против турок. И хотя Чехия, да, и хотя Иржи из Подебрат передает власть своему наследнику, но наследником он делает своего родственника из династии Егелонов, поскольку сам не имел детей, то в будущем тот из королей, либо Владислав Егелон, либо матьиш Корвин, кто переживет друг друга, должен объединить оба престола в одних руках. Смотрите, теперь что мы имеем на выходе? Во-первых, оценка этой войны, действительно ли, как утверждают многие, это стало катастрофой для Центральной Европы. Настолько разорительный был характер этой войны. И что мы имеем на выходе с этим гусицким движением? Оно умирает, заканчивается, с прекращением войн, когда они там рассасываются, договариваются, или традиция потом возобновится? Значит, что касается, начну со второго вопроса. Начну со второго вопроса, потому что он как бы продолжает ситуацию. Дело в том, что я не сказала об одном событии, это была битва у Липан, которая произошла в 1434 году, и, собственно говоря, она и завершает гусицкие войны. В этом сражении сошлись друг против друга гуситы. Это было таборитское войско и войско чашников, к которому ушла и часть таборитов. Те табориты, которые были уже... Это гражданская война в финале. Да. Вот то, что я говорила. Две части. И уже более уставшее от постоянного ведения воин таборитское войско, хотя и под командованием Прокопа Великого, потерпело поражение от войска чашников. В этом сражении Прокоп Великий погиб. И поэтому уже в дальнейшем, да, на соборе в Базеле уже совершенно спокойно чашники выступали как единственные представители этих войн. Что касается таборитов, то, конечно, их потом подавляли, они постепенно уходили все дальше на юг Чехии, в Моравию, и уже как такие менее организованные формирования там существовали. Мелкие партизанские отряды. Собственно, долго-долго в Чехии еще в следующем, уже в 16-м и даже в 17-м веке существовала такая община, ее называли общиной чешских братьев. Это и были, ну, так сказать, уже последователи тех самых таборитов. Подонки, да, последователи. А та церковь, которая существовала при Ильже, из-под и брат, при Егелонах, и, собственно говоря, было... существование Гусицкой церкви закончилось лишь в 17-м веке, очень активно, да, потому что ведь в 1526-м году, после знаменитого сражения с турками при Мухаче, чехи, потерявшие короля, избрали на свой престол Габсбурга, и их земля вошла в состав габсбургской монархии. А Габсбурги – это оплот католицизма. Гусицкую церковь постепенно начали прижимать, и, наконец, в период 30-летней войны в 17-м веке, да, ее полностью запретили. Где-то в 17-м веке у нас еще прослеживаются события, связанные с гусицкими войнами. А восстановлена Гусицкая церковь была в 1900-м году. А вот количественный, экономический характер войны, действительно, она нанесла такой урон? Ну, экономически, конечно, войны наносят урон, но вообще обычно события в Чехии трактуются как раз в положительном ключе. Потому что они существенным образом повысили престиж Чехии и престиж чешских сословий. И, возможно, если бы не сражения с турками дальнейшие. И, возможно, вот единственный минус, да, Чехия оказалась в изоляции. Римский престол ее не поддерживал. Союзников ей найти было довольно сложно. Вот это. Иржи из-под и брата даже предлагал создать Лигу христианских государств против турок. Ее не одобрил папа, потому что Иржи был еретическим королем. Так что вот этот минус. А что касается плюсов. Существенным образом выросло значение низшей шляхты, низшего дворянства в Чехии. Оно ощутило себя вот уже более полноправным сословием и экономически укрепилось. Экономически укрепились и в правовом смысле выросли города. Вот вообще, если смотреть на всю Центральную Европу, то города там значительно слабее, чем в Западной Европе. А вот в Чехии они сильнее. А в Чехии они сильнее и, так сказать, повинно в этом, в кавычках скажем, именно гусицкое движение. Гусицкое движение. Существенным образом вообще все гусицкое движение подняло культуру в Чехии. Это и гусицкая церковь, это и изобретение нового диакритического письма, которое изобрел именно Ян Гус и существенным образом упростил написание слов в чешском языке. Это и достаточно большое количество летописей, хроник, которые были созданы в это время. Они, к сожалению, не все до нас дошли. Я вот уже называла самую яркую. Это Лаврентий из Бржезовой. Многие были уничтожены, а многие просто не имеют авторства. То есть они дошли до нас, но вот именно как отрывки они... Это огромное количество изображений, это художественное творчество. Это, в конце концов, совершенно иная гусицкая церковь, которая все-таки, не будем забывать о дальнейшей реформации и то, что произошло в Чехии. И произошло на 50 лет раньше. Мы завершаем гусицкое движение как бы смертью Иржи из Подобрата, вот этого гусицкого короля. И до выступлений Мартина Лютера остается около 50 лет. Но, тем не менее, это тот существенный момент, который стал предтечей европейской информации. Ян Гус стал человеком-символом и для европейской реформации в том числе. Все, убедили меня. Время нашей беседы подошло к концу. Я искренне благодарю Ольгу Вячеславовну за такой интересный разговор. А с вами, уважаемые телезрители, мы вскоре встретимся вновь, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова